Всем привет! Сегодня очередной обзор двух очередных, очень интересных царских гирь. Обе эти царские гири имеют характерный дизайн для царских гирь. Но видно, что эти гири разных заводов, у них разная форма дужки, разные обозначения на теле гири. И, тем не менее, есть одна общая особенность, о которой я расскажу немного позже. Ну а пока, пряткая характеристика этих обоих гирь. Начну с той, что слева, она попроще. Здесь у нас, с одной стороны, обозначения, какие-то клеймы, но, к сожалению, ничего разобрать невозможно. С другой стороны, покажу, как она выглядит сбоку, как уже говорил, характерный дизайн царских гирь. С другой стороны, опять же, можно разобрать 2П, ну что означает 2ПУДА. Опять же, видно качество отливки, в общем-то, само литье неплохое, но вот эти вот некоторые дефекты, в общем-то, присутствуют. Вот так гири, это выглядит с другого боку. Параметры этой гири, ну, как обычно, толстая дужка, диаметр 41 мм, просов 100 мм, длина и высота просова 45 мм. Ну и сейчас, кратенько, о второй гире. Как я уже говорил, эти гири не парные, обратите внимание на разницу в дужках, в форме дужки. Здесь она совсем другая. И это гири, скажем так, лучшего сохрана и более богаты на всякие обозначения. Ну, с одной стороны, мы видим вот это вот клеймо поверочное, медное. Опять же, сейчас не могу разобрать, что на нем изображено, но это поверочное, медное клеймо, в котором поверяли гири. Вот это клеймо тут означает, то ли это ГС, то ли прописными буквами, то ли еще чего-то. Ну, в общем, отчетливо видно, но что это такое, и что это обозначает, то ли сказать затруднительно. Ну, это тоже было какое-то клеймо, судя по всему. Но оно было то ли уничтожено, то ли с течением времени самоудалилось. С другой стороны, еще одно поверочное клеймо, и вот это вот клеймо, которое прописными буквами обозначает КЗ. Опять, что такое, я не знаю, но возможно. И вот здесь двойка, ну, видимо, это обозначение номинала гири, двухпудовые гири. Дужки, и в той, и в той гири, характерны царским гирям, сплюснутые, толстые. И основные параметры этой гири, это следующие. Дужка 38 мм, просов такой же 100 мм, и высота просова чуть больше 50 мм. Вот такие, на первый взгляд, совершенно разные гири. Но в них есть одна особенность. А именно, эти гири были каким-то умельцем высверлены, доночки этих гир были высверлены. Ну, диаметр отверстия, я уже посмотрел, где-то 35 мм. И глубина, к сожалению, глубина разная, где-то от 120 до 130 мм. С одной стороны, 7 отверстий, я имею в виду, у одной гири выстрелили на 7 отверстий, и у второй гири 8 отверстий. Для чего это делалось? Это делалось в точности, как это описано у Лебедева, в его известной книге «Упражнения с весовыми гирями» от 1928 года. Как именно атлеты изменяли вес царских гирь в старое время? Как я уже не кратно говорил, как правило, царские гири цельнометаллические, у них нет пустот внутри. То есть, возможно, залить свинец или что-либо еще придумать. И в старину, как говорится в книге Лебедева, именно таким образом изменяли вес гирь. Для облегчения гирь, гири высверливали, для облегчения и для утяжеления заполняли свинцом. Ну, в общем-то, как обычно. То есть, тут как раз попался такой образец, выстреленные гири. Я, честно говоря, не думаю, что это было выстрелено в старое время, скорее всего, это уже в наши дни было сделано. Но, тем не менее, вот очень наглядно показано, как может выглядеть выстреленная гиря, облегченная гиря, облегченная царская гиря. Я забыл упомянуть, что были так называемые немки, гири царского дизайна, у которых была пустота внутри. Пес гири без заполнения составлял 31 килограмм. Ну, и заливая свинцом, можно было получить максимально что-то 38, немного больше килограмм. Но это вот счастливое исключение. Как правило, все царские гири были без пустот внутри. И приходилось вот именно изменять вес гирь таким образом. Естественно, что здесь у нас 7 отверстий. Вес гири не 2 пуда, а 26,8 килограмм. Здесь, соответственно, 8 отверстий. И вес гири получается 26,1 килограмма. То есть, вот наглядный пример, как можно менять вес, изменять вес в царских гирях. Я же пойду немного дальше. Модифицирую эти гири. Можно отлить свинцовые стержни. Опять же, залить свинец в эти отверстия, потом вытащить. Получатся такие вот свинцовые цилиндрики. И потом можно будет регулировать вес, добавляя 1-2, сколько нужно, цилиндрика в соответствующие отверстия. Можно, кстати, не заливать свинцом. Можно найти соответствующий диаметр стальной или железный стержень. Вот он, как я уже говорил, 35 миллиметров. Ходит, ну, отпилить по размеру. Получится у нас вариант плавного изменения царских гирь. В зависимости от тренировочных потребностей. Это я и собираюсь сделать с этими гирями. То есть я отолью необходимое количество свинцовых цилиндров. Точностью в эти размеры буду заливать. Ну, возможно, сделаю еще металлические. То, что мне будет. Вес каждого такого свинцового цилиндрика, по моим прикидкам, где-то будет грамм 800. Ну, может быть 900. Ну, немногим меньше килограмма. В зависимости от длины, какой он будет. Это если цилиндрик будет свинцовый. Ну, а если он будет металлический, то, соответственно, на 1,4 раза меньше. То есть где-то, наверное, полкило, может быть, меньше. И таким образом я получу возможность. Конструкция у меня уже продумана. Какую я сделаю для крепления, чтобы они не выскакивали. Эти вот цилиндрики свинцовые, либо металлические обратно. И таким образом получу вариант изменения веса царской гири двухпудовой. Ну, она изначально была двухпудовой. Сейчас она будет от 26,1. И максимальный, как я удалось мне прикинуть, где-то будет до 35 килограмм. Сохраняя, причем, форму царской гири. Вот такая вот интересная особенность у этих гирь. Ну, подчеркиваю, что мне кажется, это все-таки современный умелец постарался. На этом все. Всем удачи. Тренируйтесь. И без травм. Тренируйтесь. Тренируйтесь.